10 октября 2018 года Станислав Искресенский официально вступил в должность губернатора Ивановской области после убедительной победы в первом туре на всенародных региональных выборах. Исполняющим обязанности главы области он был назначен президентом Российской Федерации Владимиром Путином ровно за год до этого, 10 октября 2017 года. Прямо на церемонии вступления в должность Станислав Искресенский обозначил основные направления своей деятельности. В нашей программе сегодня эксперты делятся своими впечатлениями от работы главы региона. 15 лет могу назвать, работая в сфере образования науки на территории региона, я хочу сказать, что реальную заинтересованность в том, как и ради чего должны работать высшие учебные заведения, проявил Станислав Сергеевич. До этого был такой, знаете, вот вы федеральные, мы регион, прямой передачи денежных средств между нами осуществляться по объективным причинам не может, да, и в этой связи вы живете своей жизнью, мы живем своей. Есть череда каких-то выставочных мероприятий, конференций, семинаров, да, в которых, безусловно, мы принимаем участие. Безусловно, нам важна студенческая молодежь для осуществления молодежной политики на территории региона. Но, тем не менее, вот так, чтобы целенаправленно попытаться связывать в один узел кадры в вузах и потребности региональной экономики, это происходит только при Станислава Сергеевича. Поэтому все любые совещания, разговоры, мероприятия направлены на то, а как вузы выстраивают свою политику, выстраивают свои взаимоотношения с региональными предприятиями, то есть со сферой реальной экономики, для того, чтобы подготовить этих студентов. Есть четкая задача, есть четкое понимание некого стратегического видения развития вузов на территории области, есть четкие задачи, которые определены для регионального бизнеса, и, наверное, самое главное, выстроены уже вот за этот год-полтора, выстроены коммуникационные взаимоотношения между бизнесом и вузами с помощью нашего государственного регулятора в лице правительства Новосибирской области. Я замечу только одно, что наши руководители начинают чувствовать себя в таком хорошем, здоровом, конкурентном поле и понимают, что от их активности, от их позиции, от их понимания, как надо развивать свое предприятие, зависит и отклик со стороны региональной власти. Поэтому встречаюсь и знакомую, уже дружу со многими генеральными директорами и топ-менеджментом наших строительных компаний, текстильных компаний и других, и хочу сказать, что никто ничего не ждет. Уже все начинают активно работать и активно действовать и выходить на коммуникации с региональным правительством. Благо для этого есть и создана, ну, например, такая структура, как там «Центр мой бизнес», например, да, который как раз и позволяет вот это вот все связать и проводит серию обучающих и прочих мероприятий для бизнеса. Занимаясь повестками родного фронта, есть рэперные точки, которые по области были выявлены и за которыми мы очень долго бились и, ну, можно сказать, у меня вот сердце крови обливалось. Это, допустим, вот сразу приведу такие примеры, как детские садики знаменитые, это вот Шуйский, Кенишемский, которые, я считаю, что благодаря усилиям нашего губернатора и его жесткой позиции были введены у нас в эксплуатацию. Это ФОК в Родниках, опять же, где просто позиции то, что вот сжать-жать надо сделать, он был сделан, он был введен в эксплуатацию. И еще есть объекты, за которые, в общем-то, перестало сердце болеть, где скоро будут пуски уже, я надеюсь, что школа вот многострадальная, детский садик на Акуловой должны вот-вот запустить. То есть это объекты, которые были заморожены, получив область деньги, смогла их нерализовать и фактически сделать большой минус для местного населения, которое было. А это одна из тех первых вопросов, с которыми мы подошли к Таниславу Сергеевичу. И фактически за два года, я считаю, что 70-80% этих объектов заработали усилиями, вложениями денег, но есть факт, есть гол. Работы меньше, наверное, не станет, поскольку проблем очень много, очень много проблем. И мы все живем с вами в одной области и все глазами видим. Хочется отметить про медицину, про нашу, что Ивановская область оказалась, может быть, на пике той реформы, которая была, именно первичного звена, вот эти фоки, поликлиники. Очень много было ликвидировано, безумно просто, того, что было на селе. И мы уже, наверное, три года назад начали активный мониторинг того, что стало после реформы, и увидели эти разваливающиеся фоки. Проблема сейчас не решена, конечно, но ей занялись очень плотно и нищенскими зарплатами медиков, и состояние первичной части. Что-то где-то поделано, строятся новые фоки, этого пока, конечно, недостаточно, но видно, что есть тренд желания решить эту проблему, а не просто заморозить.